27 марта 2022 года Шири Шиман Бхактивданта Вана Гасаем Махараджи Шири Раман Бихари Годио Матх Дели Прежде всего я предлагаю свой поклон И вот основным стопам я делил правешную шнупат А что-то расчет Шири Шиман Бхактивданта Шири Вана Гасаем Махараджу И не делила правешную шнупат Я отвечаю на ранее Гасаем Махараджу Также предлагаю свой поклон И не делила правешную шнупат А что-то расчет Шири Шири Матх Дели С вами Махараджу Пуджи Пат Я бы хотела сказать всего несколько слов Я становлюсь после этого преданная сокровным энтузиазмом Видя энтузиазм преданных У меня появилось желание тоже что-то сказать Если не рассказываю Харикатху Это означает, что я ничего не делаю Мой Махарадж говорил Если я отправляюсь в чей-то дом И я не рассказываю Харикатху То я не ем в этом доме Я не могу принять Прасад Харикатха, Харинам, Харикиртан Это богатство нашей жизни Возможно, вы знаете Что 29 марта по 4 апреля В храме будет проходить Чи Багва Цаптаха Поэтому я всех приглашаю Прийти Пожалуйста Слушайте Харикатху Садитесь на Харикатху Что это будет так замечательно Своим Багаван Однажды Нарадариша Спросил Багавана Прабоу Скажи мне честно Где ты живешь? Где ты находишься? Багаван сказал Я не нахожусь всегда на Вакунхе Я также не нахожусь в сердцах йоги Поэтому где же я? О Нарада Там, где мои преданные Когда бы они не прославляли меня Я отправляюсь туда И нахожусь там Харикатха, Багаван На самом деле Сам Багаван Жаждет Слушать Харикатху о себе Жаждет слушать о себе Багаван Хочет слушать На самом деле О жизни преданных На самом деле Нет разницы Между Катхой о Багаване И о бхахтах о преданных Потому что бхахты и Багаван Едины И нет разницы между бхахтой и Багаваном Какова разница между ними? Вот почему Своим Багаван Чтобы вкусить Сладостные настроения Любви своих преданных Господь Очень Жаждет Жаждет Потому что Сама Шимати Радика Кришна проявляется в облике Махапрабху С настроением Шимати Радики Кришна 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 Принял бхаву и Канти Шимати Радики И проявился Кришна 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 Он зовет Кришна Называет Кришну Ворус Кришнего Кришна Кришна Жаждет Слушать Её Слова Кришна сам сказал, моя возлюбленная Шимати Радика, когда она называет меня подобными словами, обзывая меня вором. Ну что, действительно, Господь это вор? На Вайконке, Лакшмидеве никогда не называет Нарана вором. Ситане Вайотхе также так никогда не называет Рамачандру, мы никогда не слышали такого. В Двараке Рукмини, Садябама они тоже так никогда не называют Кришна Ново-Враджа. Гопиши, Мати Радика, они вот так вот обращаются к Кришне и слышая эти слова, Кришна проявился как шмель. Чтобы послушать эти слова, он проявился как шмель и перелетел туда, к Шмати Радике. Поэтому это писание называется Брамара Гита, где описывается трансцендентное проявление безумия любви в Шмати Радике. Читание череда Мати Радика Читание череда Мати Радика Гатя Шарид использует всевозможные прекрасные мелодии, возносит прекраснейшие молитвы Господу с тобой стути, но Господь говорит, мне не нравится такого рода прославления. Годи, Господь, Дамат и Бурусан, Тама И Баля Там Пракмас niż Пракмас И Брама говорит, я предлагаю свои поклоны Говинде, изначальной Личности Бога, я молюсь Ему, поклоняюсь Ему. Но Кришна говорит, я не доволен таким прославлением. Но Шимати Радика и Гопи, как они обращаются к Кришне? Враджи Прасидам Наванита Чаурам. Шимати Радика и Гопи, как они обращаются к Кришне? Кто-нибудь предлагает поклоны вору в этом мире, кланяйте Ему? Какие пранамы для вора? Побейте его. То есть, когда убьете вора, таким образом вы прославляете его. На самом деле, в этом мире никто не предлагает пранамы, вору. Но вы, Дэш Локи, говорите, я предлагаю свои поклоны Кришне, лучшего из воров. Так, я предлагаю поклоны Маканчору, воришке масла. Но Кришне, он ворвал масло, то есть, внешне. Что значит вообще это слово Макан, масло? В нашей Ачаре объясняют Макан. Ма означает нет, а Кан означает вожделение. У него нет вожделения, нет материального вожделения. Он обладает только Лиша Пракрита Примой. Кришна внешне крадет масло, отправляется в дом в Раджавасе и похищает у них масло. Но на самом деле, что это за масло? Макан, Ма означает нет, Кан означает вожделение. То, где нет мирского вожделения, только лишь Апракрита Прима, трансцендентная любовь. Он берет ее. Кришна похитил еще кое-что. Он похитил дукул, гопи. Дукул значит одежда. Это вот накидка, вуаль, чандыри. То есть, сверху вот накидка такая, гопи. Если кто-то, по крайней мере, хочет предаться Господу, то Богован похитит все грехи такой личности. Никто не хочет забирать грехи. Вы должны страдать от собственных грехов. Вы знаете, Ратнакар спросил у своих родителей, могу я поделиться своими грехами с вами? И его родители ответили. Не, не, мы не будем забирать часть твоих грехов. Мы не хотим разделять твои грехи. Он спросил своей жены, тот же вопрос. Жена сказала, нет, нет, не собираюсь твои грехи забирать. Но если ты будешь пуни совершать, благочестивую деятельность, то я заберу половину твоей пуни. Если муж предлагает 100 рупий в храме, то сколько будет пуни? То есть, то плод, 50 пожертвований в 50 рупий получает жена. Муж зарабатывает деньги, он предлагает деньги в храме, но половина вот этой пуни, то, что он совершил, отправляется к жене. В шастрах объясняется. Если муж совершает пуни, то 50% этого отправляется к жене. В бхакти то же самое, или это только с точки зрения кармы? Но это, может быть, с точки зрения бхакти также рассмотрено. Это относится к пуни, не к бхакти. За бхакти отвечает каждый сам за себя. Никто не... То есть, за бхакти каждый несет ответственность за себя. Но в пуни, вот так вот, как бы, на пути кармы. Пока, вот, говорит, если кто-то принимает у меня прибежище, если мы принимаем прибежище у Бхагавана, он освобождает нас от всех грехов. Чем занимается Бхагавана? Он берет все грехи, не за одну жизнь, а за миллиарды жизней. Он похищает все эти грехи, нашу греховную деятельность. Если хотя бы раз вы повторяете святые имена... Все грехи Господь похищает у вас. Если вы повторяете только лишь тень святого имени, что говорить о чистом святом имени, но если вы будете повторять чистое имя, Шуданам, то Кришна Прима придет к вам. Биламангал Атакур прославляет Кришну. И в итоге Биламангал Атакур сказал, «Ты сделал меня попрощайкой, поэтому я накажу тебя». Бхагаван говорит, «Какое наказание ты мне дашь?» Вы можете читать и видеть это в шлоке, из Шиман-Бхагава там так же говорится. Если человек... Кришна говорит, «Если я хочу дать милость человеку, постепенно я у него все забираю». Он становится полностью бедным. Его бизнес такого человека терпит крах. И постепенно даже его друзья, все один за другим, все оставляют его. В этом мире таково. Если у вас есть деньги, тогда все вас окружают. «Как твои дела? Как твои дела?» Когда деньги у вас заканчиваются, никто даже не подойдет к вам. Не так ли? Если у вас есть деньги, тогда все говорят, «Как твои дела, сэр? Как ваши дела?» А когда вы становитесь бедным, то те же люди спросят у вас, «А ты кто вообще такой?» «Who are you?» Так вот в жизни происходит. Так же Бхагаван говорит. Бхагаван говорит. «Постепенно я заберу все его богатство». И я сделаю его полностью бедным. И один за другим все члены его семьи оставят его. Так Бхагаван говорит. «О, ты сделал меня попрощайкой, я накажу тебя». И Кришна говорит. «Бхагаван говорит, «Бхагаван, какое наказание ты хочешь мне дать?» «Я помещу тебя в темную-темную темницу». Так Бхагаван говорит. «А сколько ты меня будешь дерзать в этой тюрьме?» «Навсегда!» «А в какой темнице ты меня хочешь дерзать?» Бхагаван говорит. «Темницей своего сердца». «Ты можешь меня сделать, попрощайка на улице, поэтому я накажу тебя». «Какое наказание ты хочешь мне дать?» «Я помещу тебя в темницу, в темную-темную темницу». «Что же это?» Бхагаван говорит. «Это темница моего сердца». «Я навсегда помещу тебя туда и никогда не выпущу». «Ты останешься навсегда в темнице моего сердца». «Таким образом, такого рода любовные ссоры проходят между предным Господом и чем более воздушное положение занимает преданный, то больше у преданной появляются отношения и также любви. И Господь так жаждет слушать такого рода катху. как вот мы читали в Брамарагите. Вы тоже можете почитать об этом. Бхагаван Кришна проявился как вшмель. И чтобы послушать о том, чем говорил Шимати Радзика в своем трансцендентном безумии, сама Шимати Радзика сказала, «О, Брамар, шмель, послушай, почему ты вновь и вновь прилетаешь ко мне?» «Я помню о твоих трех рождениях. Вначале послушайте, что он делал в своем площении как Рама. Он подружился с Сугривой и он убил брата Сугривой Бали. Никакой охотник не охотится, не подстреливает обезьян. Охотники никогда не убивают обезьян. Но твой друг в своем площении как Рама подружился с Сугривой и он убил старшего брата Сугривой Бали. Как он это сделал? Сзади в спину выстрелил ему стрелу и так убил его. А сейчас ты говоришь? Обычно Рама Чандра говорит «Я скорее умру, чтобы оставить свой обед». Рама Чандра говорит «Я кшатрий, я следую кодексу воинов». Воины сражаются только лицом к лицу с Кемлевым. Но в Рама Аватаре что он сделал? Он подстрелил Бали сзади в спину. А это значит, что это оставление обеда к шатри. И может ли кто-то подружиться с таким обманщиком? Но Шмель, ты все время говоришь, что у твоего хозяина нет никаких недостатков. не только это. Послушай о его воплощении как вам она. Он пришел в место жертвоприношения Бали Махараджи и сказал «Я сын Брамана. Мне ничего не нужно». «Что вам нужно? Мне нужно только лишь три шага земли, которые я отверю сам. и вначале он показал, что у него очень маленькие стопочки. Ну как такой карлик Браман. У него были очень маленькие стопочки. И он сказал «Я их сам отмерю, эти шаги». И Бали Махарадж он провел обед Санкальпу. Но вам на деф он проявился в гигантском облике и первым шагом он покрыл все сваргу. среднее потворение. Вторым шагом он покрыл всю сваргу. А третий шаг? шагом людей сколько ног? Сколько у вас ног есть? Сколько у вас ног? Четыре? Сколько у тебя ног? Две. Но вам она деф сказала «Куда мне свою третью ногу поставить? Что у кого-то три ноги? Что это?» Бали Махарач сказал «Сначала покажи мне свою ногу потом тебе скажу». И неожиданно он проявил третью ногу. Вначале он сказал что отмеряют кусочек земли своими тремя маленькими шажочками а потом проявил эти гигантские ноги и Бали Махарач сказал «Хорошо я тебе отдал все но не отдал себя». «Хорошо Прабу поставь свою третью ногу мне на голову». И вам Манадев Багаван поместил свою ногу в стопу на голову Бали Махарач и также придавил его и опустил до Султалалоки на нижней планеты. посмотрите что за поведение такое. Потому что Матерадика говорит «Асадина Асакай я не хочу никаких отношений с этим черным обманщиком». Посмотрите что он сделал в Рамаватаре и посмотрите в своем воплощении как в Рамаватаре что он натворил. также пришла Шарапанака она же просто женщина она хотела выйти за него но Господь сказал «Я не могу тебя вжать в жены потому что у меня уже есть жена». Тогда она отправилась к Лакшману Лакшман сказал «Если ты хочешь взять меня Лакшман если ты хочешь выйти за меня то ты станешь служанкой». Но Шарапанака сказала «Я сестра Равана поэтому я никогда не стану служанкой». Рамачандра потом опять прошла к Раме Рамачандра сказал «Я принял обед брат дар у меня одна семья одна жена никто другой». Мать Радика в своем трансцендентном безумии говорила все эти вещи. Твой отец Дашрат Мухарадж сколько у него было жен сколько раз он женился у него было 360 жен. Ну если у тебя появится еще одна жена помимо Сиды то что что-то такое ну ладно не хочешь жениться не надо ну зачем было отрубать ее нос и уш что это вообще такое без носа и ушей что человек будет симпатичным красивым посмотрите на это что за обманщик двуличный если мать ради как я памятую от трех его рождения трех его жизни как Рама Аватар Вам Аватар Шаматирадика говорит где Шаматирадика говорит это на самом деле Шаматирадика по сути она прославляет Кришну его качество на самом деле она прославляет качество Кришны внешне это выглядит как будто она его критикует на санскрите говорят нинда чалестутти то есть внешне это выглядит как критика но на самом деле это прославление Шаматирадика прославляет слава Кришне и его качество Кришне Шаматирадика Кришне 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 Кришне